Любовь Христова любовь Порой я, читая Священное Писание, думаю, что же это за любовь такая, что она дает возможность Господу так любить меня. Любить меня грешного, любить настолько несовершенного, любить того, чьи предки, может быть, из поколения в поколение были язычниками, а его все дела праведные и истинные. Что же это за любовь такая, которая позволяет его не только меня просто любить, но и отдавать Сына Своего за меня, чтобы я был спасен? Открывая Священное Писание, я встретил еще раз для себя знакомый, может быть, для каждого из вас отрывок, который записан во Второй книге Царств, в девятой главе. Когда-то я слышал такое высказывание, что об этом человеке мало кто проповедует, потому что его имя не каждый может выговорить. Это Мемфилосфей. Вроде не страшное имя. Когда я по-еврейски посмотрел, я понял, что все-таки иногда страшно, когда его пытаешься произнести так, как оно должно звучать. И вот я хотел бы с вами прочитать эту главу и посмотреть на примере людской любви. Что же такое любовь Божья? Насколько она больше, насколько она полнее, насколько она глубже? Итак, девятая глава, 335-я страница Ветхого Завета, Синодальной Библии. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказала бы ему милость ради Иоаннафана». «В доме Саулова был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиэлова, в Ладиваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэлова из Ладивара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сын Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид Мемфивосфей, и сказал тот, «Вот раб твой». И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал, «Что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиеву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты, и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Мемфивосфей же, сын господина твоего, «Всегда будет есть за моим столом». У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Итак, в этой истории есть три значимых персонажа. Давид, Иоаннафан, хотя о нем только вспоминается, но тем не менее, благодаря отношению Давида и Иоаннафана, это происходит в жизни Мемфивосфея, которым был третьим. Итак, Давид, царь великий, муж по сердцу Бога. Он является одним из самых знаменитых царей народа израильского, самым почитаемым певцом и одним из пророков. Можно сказать, что в этой истории он своеобразный образ Бога Отца. Иоаннафан – это близкий друг Давида. Скорее всего, Давид никогда больше так никого и не любил, как своего друга Иоаннафана. И он заключил с ним особый договор, особый завет. Иоаннафан погиб в битве, и теперь Давид ради Иоаннафана желает явить особую милость его хромому на обе ноги сыну. Бог Отец также имеет самые близкие отношения со Своим единородным Сыном Иисусом Христом, которого Он отдает за каждого из нас. Тем, кто покаялся и стал детьми Божьими, по вере Иисуса Отец желает Ему явить точно такую же милость, которую являет Мимфиосфею. Теперь давайте посмотрим с вами на Мимфиосфею. Кто же этот человек? Его имя имеет два перевода. Первый – это тот, кто борется с идолами и кажется очень хорошее имя для народа израильского. Но второй перевод – он менее радужен. тот, кто вызывает жалость или стыд. В любом случае, Мимфиосфей не выбирал себе имени, как и свою судьбу не выбирал также. Разве кто-нибудь из нас не находился в таком положении, как Мимфиосфей? Разве среди нас нет того, кто несет на себе грех по жизненному пути и страдает от этого? Когда Мимфиосфею было пять лет, его отец и дедушка погибли от рук филистимлен. Зная шестокость врага, семья Саула бежала в горы и няня Мимфиосфея, схватив его, бежала по ступенькам, споткнулась и упала, уронив мальчика. В результате этого падения мальчик сломал обе лодыжки и на всю жизнь остался хромым. Бежавшие слуги донесли его хромым в негостеприимный город под названием Ладивар. Едва ли это было хорошее место для замечательного внука царя. Приставка «ло» в еврите соответствует нашей частице «не». Ладивар можно было бы перевести «место, где нет пастбищ», «место, где ничего не растет». Если мы вспомним народ израильский, то он целиком и полностью был земледелием, занимался земледелием и занимался скотоводством. В месте Ладивар народ израильский не знал, чем можно было пропитать себя. Учитывая все это, можно было сказать, что в этом месте жили люди запуганные, люди неудачники, люди, которые бежали отовсюду, лишь бы спрятаться. Именно таким себя считал Мимфиосфей. Вот какими глазами он смотрел на себя. Об этом говорит нам Священное Писание в восьмом тексте. Когда он поклонился царю и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Мимфиосфей не только считал себя псом, но сравнил с мертвым. Хотя он был полноценным членом царского рода, но на себе он поставил крест. И давайте теперь посмотрим более подробно из исторической перспективы, попробуем прочитать вот этот вот отрывок, посмотреть на то, как мог чувствовать себя Сива, как мог чувствовать себя Мимфиосфей, когда Давид начинает поиски. Итак, Давид говорит в первом тексте, «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова?» Хочу сказать, что все в то время все, кто приходил, все цари, которые приходили к власти, они пытались уничтожить всех тех, кто был у власти до них. Всех их детей, всех их рабов, всех их родных и близких. И вот Давид говорит такие слова, «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова?» Представим себе, спрашивает он своих слуг, задавая им такой вопрос, конечно, каждый из них наверняка думает, «Пришло время, пришел конец жизни всем тем, кто еще жив и остался». Но тут Давид добавляет, «Я хотел оказать бы ему милость ради Иоаннафана». И тогда мы слышим, что, говорят Давиду, «Остался Сива, остался Сива, раб Саула». И вот представьте себе, зовут этого раба, зовут к Давиду, вот он себя чувствует тоже очень интересно, не знаю, зачем Давид хочет его позвать. Он приходит на дрожащих коленах, кланяется ему и говорит, «Вот он, я раб твой». Но самое интересное, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, как чувствовал себя Мефиосфей. в месте, где нет пастбищ, в месте, где живут люди, которые поставили на себе крест, в месте, где, кажется, уже никто тебя никогда искать не будет. Вот он сидит в своем доме, сводит концы с концами. Из-за того, что, по большому счету, питаться-то нечем, и тут приходят слуги нынешнего царя, слуги Давида. Наверняка, сидя в этой земле, Ладивар, первая мысль, которая приходит ему в голоду, «Неужели и здесь меня нашли? Неужели и здесь до меня добрался нынешний царь?» Но тут его берут, приводят, и что происходит? Интересно, как он себя чувствовал? Но мы видим, что когда приводят его к Давиду, когда ведут его по этим царским палатам, когда стух его возможных костылей стучит, он падает на колени пред Давидом и говорит, вот он я. Давид говорит, я хочу тебе оказать милость, и прошу обратить ваше внимание. Он не говорит просто, хочу оказать тебе милость, но он говорит о милости Божьей. Потому что, если мы посмотрим в 1-й книге Царств, 20-й главе, как раз тогда, когда Иоаннафан и заключает этот завет с Давидом, Иоаннафан говорит, «Ты мне окажи милость Божью мне и потомству моему». И как раз Давид призывает Мимфиосфея и говорит, «Я хочу оказать тебе милость Божью». И в чем же заключается эта милость? Милость заключается в том, что, он говорит, «У тебя будут самые лучшие земли». Земли предыдущего царя Саула. Как мы понимаем, у царей всегда были самые лучшие земли. И вот если мы поставим себя на место Мимфиосфея, то это тот человек, который ходить толком не может. А Давид ему говорит, «У меня для тебя милость Божья, у тебя будет множество земель, земель царя отца твоего Саула. И кажется замечательно, я как минимум буду жить, у меня будет какая-то земля». Но эта милость не заканчивается. После этого Давид говорит, «И все те рабы, которые были у отца твоего Саула, они будут возделывать землю для тебя. Не только Сива, но его дети и его рабы». Более того, интересно говорит 11 текст, 10. «И так обрабатывай для него землю, ты, сыновья твои и рабы твои». И более того, он говорит, чтобы у него был хлеб для пропитания. Но на это милость не заканчивается. Милость продолжается, когда царь Давид говорит, чтобы у него был хлеб. И еще кроме этого, он будет есть постоянно за чьим столом? За царским столом. И вот давайте себе представим эту ситуацию. Звенит звонок. Ну, мол, время обедать. Раздается он по царскому дворцу. И вот Давид ходит в трапезную, занимает свое царское место во главе стола. Через некоторое время заходит Амнон. Хитроумный и коварный Амнон устраивается слева от Давида. Фомарь, девушка, красивая и стройная, приходит и садится рядышком с Амноном. Вот неторопливо проходит, оторвавшись от своих учебных занятий, и Соломон, и со всей важностью и помпезностью садится на свое место. Вот заходит красавец Авесолом с длинными черными, с не спадающими волосами. И вот он садится также за этот стол. Сегодня необычный стол. Сегодня также приглашен и полководец Иафф, отважный воин, мускулистый, бронзоволицый, загорелый Иафф садится рядом с царем. И после этого никто не начинает есть. Все вдруг слышат шарканье, слышат тук-тук-тук, звук костылей, которые раздаются эхом по этим царским палатам. Это мимфивосфей. Он неуклюже идет к этому столу и тихонечко устраивается на то место, которое отведено для него. Как мы знаем, на Востоке не такие столы, как у нас. Они были низенькими. Вот этот мимфивосфей садится за этот невысокий стол, сниспадающая скатерть, покрывает его ноги. И вот он сидит за этим столом, как кто? Как полноценный здоровый человек. Как полноценный царский сын, сидящий за царским столом. Как вы думаете, дорогие сестры и братья, мимфивосфей, это тот человек, который знает, в чем заключается любовь, милость и благодать Божья? Или же нет? Это тот человек, который ожидал еще совсем недавно смерти, после того, как услышал, что Давид ищет его. И сегодня он находится за царским столом и выглядит целиком и полностью, как царский сын. Знает ли он, что такое незаслуженная милость? Может ли он ощутить настоящую и полную любовь Давида к Иоаннафану? История мимфивосфии очень ярко и красочно представляет себе жизнь человека, живущего вдали от Бога. Может быть, каждого из нас. Мы утеряли свое наследство, мы стали, так сказать, духовными инвалидами, еще упав в Эдеме. И сегодня мы часто падаем. На нас лежит печать стыда. Мы, как заблудшие овцы, ушедшие с его настоящих злачных пажить. Мы живем в Владиваре, где нет пищи. Слава Господу! Он проявил к нам милость ради Иисуса Христа, который больше Иоаннафана, а значит, для каждого из нас милость Господня, она будет намного больше, чем милость и Давида коснулась мимфивосфия. Мы испытаем больше той милости, любви и благодати, которую пережил мимфивосфей. Каким бы ни было наше прошлое, каким бы ни были мы сегодня, сидящий на престоле в Новом Иерусалиме, посылает за нами, чтобы освободить, чтобы вывести из страны греха, чтобы вывести из страны под названием Владивар. Сами по себе мы могли жить только в страхе, ожидая возмездия. Само по себе желание мимфивосфия не могло дать ему возможность прийти и сесть за царский стол рядом с царем Давидом. Но Бог и уйдет к нам навстречу. Точно так же, как Давид послал за мимфивосфеем, так он хочет сделать все возможное и сделал через Господа Иисуса Христа, послав Его, дабы никто из нас не погиб, но все имели жизнь и жизнь вечную. Библия говорит, что Бог оправдывает нечестивых, то есть Он оправдывает каждого из нас, ведь все мы согрешили и решены славы Божьей. Благодать предназначена не для достойных, а для грешных. Нездоровые, говорит Христос, имеют нужду во враче, но больные и грешники получают милость. Еще тот же псалмопевец Давид в 102-м псалме в 11-м, 12-м тексте говорит такие слова. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. И как далеко восток от запада, так удалит Он от нас беззаконие наше. Мемфилосфей принял приглашение Давида, хотя у него были огромные основания для страха. Хорошо, если и мы примем предложение нашего небесного Царя. Пусть мы недостойны, но мы можем воспользоваться Его благостью и добротой. Хочу рассказать вам одну историю про мальчика, который любил стрелять из рогатки. Я думаю, что многие мальчики, когда были мальчиками, любили стрелять из рогатки. И вот этот мальчик стрелял по мишеням. И в один момент ему стало скучно стрелять по мишеням, и он решил пострелять почему-то бегающему, живому. И на глаза ему попалась утка. Он, долго не раздумывая, запустил камушек, попал камушком прямо в голову этой утки. Как потом он пригляделся, это была любимая бабушкина утка. Тут он увидел, что висит на улице полотенце, сохнет. Он быстро сорвал это полотенце, накрыл эту утку и куда-то пытается спрятать. И пока он спрятал, вдруг он смотрит, сзади стоит его сестричка Маша, поставив руки в боки. Само положение рук Маши дало возможность понять, что этот молодой человек так говорят сегодня попал. И вот она ему не сказав ни слова сказала, пошли кушать. Миша садится и кушает. Бабушка наливает им, как обычно, супчик, не с радостью едят. Бабушка говорит, ну Маша, сегодня твоя очередь убирать со стола и мыть посуду, на что Маша, не успев договорить, бабушка сразу ответила. А Миша мне сказал, что он поможет и сам вместо меня уберет. У него сегодня огромное желание. Подойдя, Миша на ухо тихонечко шепнула, помни про утку. Миша еле проглотил тот супчик, который у него остался еще во рту и вымыл целиком и полностью кухню. На следующий день было и вовремя дежурить, он подежурил для себя. Это продлилось неделю, вторую, третью. И Миша понимал, что он дежурит каждый день и как это долго может происходить. И вот он пошел к бабушке с повинной, приходит и говорит, бабушка, ты знаешь, я игрался с рогаткой, убил твою любимую утку. Она говорит, ты знаешь, Миша, я об этом знаю уже давным-давно и как раз в то время, когда это происходило, я все это видел из окна. Но мне было интересно, как долго ты будешь мыть эту посуду и как долго ты сможешь прийти и признаться. Ведь я тебя уже давным-давно простила. Порой то же самое происходит с нами, дорогие друзья, когда мы, будучи прощены Господом через смерть Иисуса Христа, не можем позволить себе встать на колени и вызвать Господу, Господи, прости меня. А Господь стоит, как эта бабушка, и ждет, когда мы придем к Нему для того, чтобы нам дать свою милость, свою любовь, свою благодать, свое прощение. Может быть, наше прошлое, оно преследует нас, оно напоминает нам о себе, как это было с этим мальчиком и этим же Мимфиосфеем, который поставил крест на себе и думал, что вся жизнь его, она будет заключаться только в том, что он будет жить в этой неплодородной, в этой земле, где нет пастбищ, где нет нормального питания. И он думал, что так оно будет все время. Но Господь, Он хочет, чтобы в нашей жизни она не была такой, как она есть сегодня. Он хочет, чтобы мы могли прийти к Нему и сказать, прости меня, Господи, ведь Он знает все наши нужды, все наши проблемы, все наши переживания. Мы можем, как Мимфиосфей, поставить на себе крест, считая себя хромым, считая себя слишком грешным, считая себя недостойным прощения Господним. Может, у нас есть своя хромота, может, есть свой скелет в шкафу, может быть, прошлый грех, о котором многие знают, или мы боимся, что узнают. Может, это прошлое, оно преследует нас. Но если мы в раскаяние приходим Господу и оставляем свои грехи, Он их не вспоминает никогда. Он называет нас Сыном и усаживает нас за Свой стол. Он провозглашает нас невиновным, невиновным в том, что мы делаем. Девятая глава Второй книги Царств, она заканчивается напоминанием о том, что Мимфиосфей, он был хром, хром внешне. И он не изменился. Он не перестал хромать, он не перестал ходить с костылями, он не стал бегать. Но это опять-таки напоминает нам о милости. Он хромает, а Давид милует его. Он хромает, но сидит за царским столом, он хромает, но ест и пьет вместе с сыновьями Давида. велика милость царя. Сегодня Господь говорит, не осталось ли еще кого-нибудь, кому я мог бы оказать милость ради Сына моего Иисуса Христа? Не остались ли такие люди в нашем собрании? Нет ли среди нас юношей и девушек, людей среднего или пожилого возраста, которые познали эту суету и которые еще не воззвали к Господу о том, чтобы Он простил их за какой-то малый или, может быть, кажется, огромный тяжелый грех? Бог хочет оказать нам милость ради Своего Сына Иисуса Христа, ради Его пролитой крови. Господь хочет, чтобы мы откликнулись на Его призыв, чтобы услышали Его голос в Владиваре, в земле пустой, в земле, которой нет места растительности. Он зовет в Свой дворец. Он хочет посадить тебя и меня за Свой царский стол. Он хочет сделать каждого из нас участником небесного пира. Пусть Господь Духом Своим Святым побудит к раскаянию и обретению Его милости тех, кто живет вдали от Господа. И пусть Он побудит к благодарности тех, кто уже испытал Его милость. Дорогие друзья, я уверен, что каждый из вас, присутствующий здесь, испытал настоящую любовь, настоящую милость Господа. Субтитры Субтитры